Приветствую вас, братья и сестры, любовью к Господу Иисуса Христа. У нас есть небольшое время, когда мы можем сегодня вместе побыть. И я предлагаю, вместе со мной, откройте, пожалуйста, книгу Библию. Будем читать из двух мест следующие слова. Первая книга Моисея, книга Бытие, глава шестая, читаем следующие стихи. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть дни их, будут дни их сто двадцать лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный, вроде своем. Ной ходил пред Богом. Братья, второе место мы прочитаем с Нового Завета. Это вторая книга апостола Петра. Глава третья. Читаем два текста с третьей главы. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса шумом придут. Стихи же разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» Братья и сестры, дорогие друзья, это письмо сегодня. Бог чем-то озадачен. Бог что-то хочет сегодня сказать моему и вашему сердцу, пришедшей сюда. Потому что вещи, о которых мы с вами прочитали, они были только прелюдией к главному событию, которому движется неотвратимо все человечество, увлекая с собой в этот поток все новые и новые свежие жертвы. И есть ли возможность сегодня избежать всего этого? Конечно, есть. Благодаря тому, что мы вас с вами можем держать в руках, это живое Божье откровение, мы можем быть уверенными, что Бог просветил нашу тьму. Мы сегодня не во тьме, мы знаем, что случится с нами, и мы этого ожидаем. Я вспоминаю, заболел серьезной болезнью брат Кирилл Сипко, Кирилл Александрович, отец Сипко, в большой семье. И когда Валера Шиндяпин, а его родители дружили, когда-то были, жили в одном месте, он приехал как сын своих родителей и видел немощного старца. И когда они разговаривали о событиях, этот человек, прославленный, воин Христовой рати, говорит, а мне хотелось одного подтолкнуть события, скорее, скорее, к той желанной встрече. Прошло немного времени, эта встреча лично, на личном уровне, когда Кирилл Александрович Сипко предстанет пред Богом, или предстал, вернее, пред Богом. Поэтому для нас это событие сегодня не тяготит, не страшит, потому что мы видим во свете божественного откровения пути, чему надлежит быть. И слава Богу! Мы с вами прочитали этот отрывок, братья и сестры. Я назвал его не случайно прелюдией к главному произведению, потому что то, что случилось во дни Ноя, это Бог показал пример будущим нечестивым и дерзким людям. Потому что тогда, когда мир был потоплен водою, то сегодня эти небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются не для воды, а для огня и погибели в судах нечестивых грешных людей. Братья и сестры, мы видим здесь Бога, Который идет судить живущих на земле людей. Это судья справедливый и судья, и суд его страшный пред белым престолом. Вторую вещь, которую мы здесь видим ясно, это Бог для нас, это Бог во спасение. Он никогда нас не оставляет без надежды. Мир старается закрыть нам свет этого благовествования, но только во свете божественного откровения мы видим смысл своего существования. Псаломопевец говорит, «Радуюсь я слову Твоему, как получивший огромную прибыль». Откровения Твои утешают и наслаждают душу мою, братья и сестры. И что может мир сегодня предложить душе нашей? Материальное. Но душа наша не питается этим. Ей нужен небесный хлеб и небесное питье откровением, которое называется. И это дает нам только Господь и Его благодать. Братья и сестры, несколько уроков мне хотелось бы сегодня извлечь из этого. Братья и сестры, вы помните, как грех вошел в этот мир? И как небрежно, преступно, холодно, нерасторопливо человек обращал внимание на Божие предупреждения. Вот один из них, посмотрите. Бог говорит Каину, «Грех лежит у порога сердца Твоего». Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над Ним. У тебя есть еще сила противостать этому монстру, но расстояние слишком близкое. Братья и сестры, мы, когда читаем с вами страницы с этого Священного Писания, вспомните трагедию людей, которым близко очень подходил грех. Один из них такой, тот, который возлежал с двенадцатью, который принял жребие апостольства, имел достоинство быть апостолом Иисуса Христа, но не сохранил своего достоинства. И вы помните, когда Иисус на тайной вечере, подав ему кусок хлеба, он его принял, и написано, тот час вошел в сердце его сатана. Он стал одержимым, обладаемым дьяволом. Вы вспомните, в первой апостольской церкви муж Анании Сапфира, угодно было Духу Святому показать эту картину, написано, для чего вы допустили сатане вложить в ваше сердце эту беззаконную мысль и скусить Духа Святого? Вы солгали не человеком, а Богу. И они оба были наказаны, и оба были похоронены в тот же вечер. Братья и сестры, это учит нас сегодня со страниц нетленного Божьего Писания, что грех в нашей жизни страшнее, чем раковая опухоль. Как метастазы способны поедать все живое в нашем организме, так грех непредсказуемо быстро способен умножаться. Достаточно только пристально посмотреть на первые страницы Божественного Откровения. Мы не прочитаем еще всех 50 глав, как мы уже встретим эту катастрофу. Грех вошел в жизнь человека, а потом стал достоянием семьи через человека. И через короткое время уже семейный грех стал грехом народа. И это вскисло, как вскисает на кухне закваска у наших женщин, когда они готовят нам снадобья, хлеб пекут или какие-то пышки. Братья и сестры, очень важно смотреть на грех глазами, как смотрит на это Бог. Потому что это не игры с этим, потому что это очень опасно для нашей души. Братья и сестры, у греха всегда есть последствия. И Писание называет эти последствия «Это возмездие за грех». Душа, которая согрешает, она умрет. И вот на страницах Священного Писания мы с вами читаем о последствиях согрешений людей. Всех людей. Это может сегодня быть история твоей жизни. Внимательно послушаем, что написано здесь. Книга Осия, 4 глава. «Слушайте Слово Господне, сыны Израилевы, потому что суд у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, нет ни милосердия, ни богопознания на земле». Беда стала с людьми, братья и сестры. Они утратили познание Бога, они забыли Бога своего. Они неверны Богу своему. Они непреданы своему Богу. И какой результат? Ну, это нас касается, но это мое дело. Хочу и так делаю. Но заметьте, третье здесь написано, «Зато вас плачет земля эта». Оказывается, когда я могу с вами грешить, это проклятие мложится на землю, на мое окружение. Среди которого я живу, и смотрите, как написано, «И изнемогут все живущие на ней». Речь идет о людях. Откуда во немощь? Откуда эта страшная эпидемия и бессилие? От грехов. Грех подтачивает основы нашей жизни, и некогда сильный человек становится жертвой обстоятельств. Достаточно вспомнить того славного избранника, судью, это Самсона, во времена судей, силой, наделенной от Господа, потому что с ним был Бог о Бог в его победах, Бог, которого он забыл и променял на колени до Лиды, братья и сестры. И когда она выпытала его секрет, и когда он был острижен, он услышал о том, что филистимляне идут на него, и он сказал, как и раньше, говорил, «Встану, пойду, сражусь». Но ужас мы с вами читаем на страницах Писания, но не знал он, что Господь отступил от него. Не было силы его. Вот здесь написано, «Люди, живущие, изнемогут». Это значит, ослабеют. Вы видели, иногда человек переживает какую-то страшную болезнь, и она его так расшатала, что он даже стоять не может. Вот здесь именно о таких немощах сказано, и это последствия грехов. Но заметьте, не только от грехов становятся слабым живущие на земле люди. Написано, и со зверями полевыми, со скотом, и птицами небесными, и даже морские рыбы погибнут. Братья и сестры, грех. Грех страшно, дорогое удовольствие. Подумайте об этом. Всякий раз, когда приходит грех и стучится в самых привлекательных, радужных красках, не верьте ему. Обольщение длится секунды, а раскаяние длится всю жизнь, и слез не хватит. Вспомните, чему стоило прегрешение Давида. Вспомните, когда он должен был отстроить, убрать со своих рук арфу и плакать о своем грехе. Послушайте, как написано. День и ночь плачу, омываю ложе мое, слезами моими, ищу успокоения, и вот нет. И это проходила мука день за днем, и он слабел. Он терял силу. И изменилось это только тогда, когда он в своей душе сказал сам себе, заговорил со своей душой, исповедую Господу согрешения мои. И как только он открыл уста свои, и вот эту выложил свой гнайник, написано, ты снял с меня вину греха моего. И теперь он уже не таится. Он говорит, за это теперь помолится тебе всякий праведник. И пишет этот замечательный псалом хористам, и говорит, хористы, когда стоите на служении в храме, пойте! Для кого? Для тех, которые, как и я когда-то, попадают в эту беду, чтобы другие могли остеречься этого, братья мои и сестры. И поэтому грех это то, что всегда будет изобличено и наказано. Посмотрите, как здесь сказано Адаму 3,17. Бог говорит Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься, черни, волчи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. Это Бог наказывал так Адама. Братья и сестры, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, иногда то, что мы видим в окружающих нас людях, оно и нас уцепляет, не скоро судит Бог. А иногда люди даже в дерзости своей говорят, да не видит Бог. Если бы он видел, ну пусть он поспешит. Вот именно такое состояние, это не сегодня родилось, братья и сестры, это не наш атомный век открыл вот такое состояние буйства и безумия человеческого, посмотрите. Посмотрите, как написано об этом в книге пророка Исаия, 5 глава, 18 и 19 тексты. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть Бог поспешит, пусть ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится, придет в исполнение Совет Святого Израилева, чтобы мы узнали». Братья и сестры, это безумная, безумная игра нечестивых грешных людей, когда они стараются рассердить Бога. Иногда взрослый баловень, сильный взрослый человек не по годам шутит с малыми детьми, и люди иногда его остерегают и говорят, «Ну зачем ты сердишь его?» Или наоборот, слабый сердит сильного, и сильно его сметет, подомнет, а он раздражает его. Вот так грешник в безумии своем бросает вызов Господу пред всеми, и нам становится ужасно за его последствия, потому что он сердит Господа. Но, братья и сестры, так не всегда будет. Братья и сестры, посмотрите на страницах Священного Писания, Бог будет судить нашу землю, Бог будет судить живущих на земле людей, и об этом мы с вами тоже читаем на страницах книги Священного Писания. Давайте откроем книгу пророка Исаия, глава 24, и почитаем. Так Господь говорит о будущем состоянии, которое постигнет когда-то землю Израилеву. 24 глава, с 1 стиха. «Вот Господь опустошает землю, делает землю бесплодную, изменяет вид ее, рассевает живущих на ней, и что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, и что со служанкою, то и с госпожой его, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодамством, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец, совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово это, сетует, уныла земля, паникла, уныла вселенная, паникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили завет вечный, зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущее на ней. Посмотрите, это одно из тех многих предостережений и забот Господа Бога, когда он говорит о том, что грех – это дорогое удовольствие, братья и сестры. Но посмотрите, как люди относятся к этим предупреждениям. Псалом 9, мы с вами читаем, 25-й, 26-й, 32-й стихи. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех его помыслах, нет Бога. У этого человека для Бога нет никакого места, есть место только безумным словам. Во всякое время пути его гибельные, суды твои далеки для него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не видит никогда. Но Бог видит всех противников, и все, что они говорят, и все, что они делают, Бог видит». Братья и сестры, давайте вспомним, 8-й стих, 89-го стихотворения Моисея. «Ты положил беззаконие наши». Слышите? «Ты положил беззаконие наши и тайное наше пред светом лица твоего». Это Господь говорит, это Господь видит нас, живущих на земле, и Он судит о нас, Он видит нас. Интересно, что когда вот это состояние охватило всех живущих на земле, и написано, все их мысли были зло во всякое время. Братья и сестры, я когда смотрел другие переводы этого текста, то написано так, они были переполнены злом все время. Они ложились спать озлобленными, они вставали неукротимо злыми, они только о зле думали день и ночь, и во всякое время их замыслы были гибельны. Они высиживали насилие, они радовались, когда они могли совершать злое. Но вот посмотрите, написано, «Возрел Бог на них». Братья и сестры, раньше мы читаем, что Бог смотрел на них, а «возрел» – это значит, Бог обратил пристальное внимание на нечестивых людей, которые раздражали Его, и Он что-то увидел. Посмотрите, как в 12 тексте здесь написано, «И возрел Бог на землю, и вот она растренна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Интересно, в другом варианте сказано, люди сами погубили землю своими грехами, своими беззакониями, они не только осложнили свою жизнь, они изуродовали эту планету. Братья и сестры, мы сегодня тоже живем, когда люди говорят о надвигающихся кризисах, правильно говорят, но они только отвергают то, что это их деяния причинили всему этому. Мы с вами прочитали, Бог возрел на них, и вот вся земля стала растлившейся. Сам образ жизни всех людей, абсолютно всех людей, и, простите, даже животных стал растленным, порочным, извращенным. Это ведь не случайно, Господь сказал, «Истреблю от человеков всех до скотов и птиц небесных и рыб морских, истреблю». В английском варианте очень сильное слово «сотру их». Вот эту фразу сегодня мы слышим от радикальных мусульман, когда они говорят, надо христиан, надо Америку и надо Израиль стереть. Вейпап. Это значит стереть их, но здесь Бог говорит эти слова, и мы с вами читаем об этом трижды, упоминается здесь слово, «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных, истреблю». Конец всякой плоти, тринадцатый стих, пришел пред лицо мое, «Ибо земля наполнилась злодеяниями от них, и вот я истреблю их с земли». Три раза Бог говорит в этих двух стихах «истреблю». Друзья, это вердикт. Братья и сестры, земля здесь в этих стихах еще представлена в одном ужасном термине. Она переполнена жестокостями, насилием и всякого рода извращениями. И Господь говорит, «Уничтожу людей, скот, гадов, птиц и землю вместе с ними, ибо я раскаялся, что сотворил их». Братья и сестры, это самая крайняя сторона Творца, когда Он тестирует свое творение. Как вы думаете, сколько времени понадобилось людям, чтобы так все извратить и уничтожить планету тысячу пятьсот лет? От Адама до Ноя прошло только десять поколений. Сегодня наши старики живут, и они видят до четвертого поколения своих потомков, свои корни. Есть такие у нас старожилы, братья и сестры, но Ной был в перечне десятым после Адама. Адам прожил долгую свою жизнь, и вот за это время земля так радикально, кардинально изменилась, и Господь выносит свой суд. Братья и сестры, но мы с вами прочитали утешительные слова, что тогда, когда приближались эти суды, Бог что-то сделал, братья и сестры. Кто этот человек Ной, о котором мне хотелось сегодня немножко поговорить. Кто он такой? Мы с вами уже услышали, что он был десятый. Уникальность Ной была еще в следующем, что он был в перечне, в переписи родословной. Он в трех родословных за полторы тысячи лет занял свое место отдельно. Это тоже говорит о его уникальности, братья и сестры. Ной вот это праведный человек, и о Ной Библии говорит больше, чем пятьдесят раз. Библия, книги Ветхого и Нового Завета, об этом человеке говорят более, чем пятьдесят раз. Девять книг Библии нам представляет жизнь этого человека. И мы с вами сегодня, когда прочитали эту шестую главу, мы с вами прочитали о том, что Ной обрел благодать у Господа. Братья и сестры, это тоже уникальность, но я хотел бы начать немножко с другого момента. Какими должно быть вам в святой жизни и благочестии, ожидающим нового неба и новой земли. Очень важно сегодня нам с вами пристально посмотреть на жизнь Ноя. Во-первых, Ной это был человек цели. Ной это был человек истинной, подлинной, живой цели. И само его имя Ной это говорит о том, что Ной достигший покоя и цели движения. Наша беда сегодня, наша беда живущих на земле, что мы движемся без всяких навигационных приборов. Мне кажется, что мы сегодня сознательно их ломаем и носимся управляемыми ветрами по стихиям этого мира. Ной таким не был. Люди так жили. Люди делали, что каждый хотел. И беда была, если это был слабый человек, тогда его обижали, тогда его угнетали более сильные люди, тогда они глумились над ним, они делали, что угодно было. Но Ной его имя, говорит, достигший покоя и цели движения. Он шел и он вел за собой тех немногих, которых Бог ему дал. Братья мои, сестры, вот так когда-то Павел наш, апостол язычников, он жил, он видел, он переживал гибель этого мира, который отвергает благовестие о Христе. И он говорит, я хочу, слышите, я хочу по крайней мере спасти некоторых из них. И он радовался этому, когда он встречался с тем, кто был расположен послушать эту весть. И когда он становился через покорность принятия Евангелию его братом по вере, Павел торжествовал об этом, Ной был таким человеком, он стремился к цели, и он достиг целей. И он не только сам стремился, но он и других брал. Люди, братья, сестры, сегодня живут без цели. Давайте посмотрим сегодня на русского классика поэта, который был богатый человек, который родился не в бедной семье, он социально был защищен, но посмотрите, как он правдивые слова пишет, как будто он сегодня читает нас с вами. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозначной жизни шум. Оказывается, не всегда мы можем наполнить смыслом нашу жизнь, если у нас есть имение, есть имущество, есть крестьяне, которые работают на меня. Оказывается, есть пустота, которая этим всем не заполняется, но вот у этого человека, у него был дедушка и ног, он проповедовал 300 лет, братья и сестры, он 300 лет проповедовал, а кто его услышал? Из живущих на земле люди не слышали его, а ведь он говорил очень серьезные слова, вот идет Господь со тьмами святых ангелов, они считали себя, они считали своих, кто с ними говорит, нас не пересчитать, говорят, погибший в водах потопа мир был более 10 миллиардов людей, я верю в это, и среди них был один глашатый, это енох, седьмой от Адама, и он проповедовал людям, он жил, он рожал сыновей, дочерей, он ходил с Богом 300 лет, и когда люди не слушали день за днем, месяц за месяцем, год за годом, братья и сестры, Бог его забрал, Бог его забрал, братья и сестры, здесь есть урок для нас, если наша жизнь с вами не меняется по Христу, Бог заберет у нас наших енохов, которые способны осолять и освещать нашу жизнь, будем помнить об этом, потому что мы связаны этой вестью, весть эта должна работать в моей твоей жизни, чтобы приносить плоды, но на смену, когда дед ушел, был взят от земли, мир даже не заметил этого, мир продолжал буйство свое, он жил по своим законам стихии, и вот мы с вами читаем, навстречу ему пришел уже Ной, Ной назван тоже проповедником правды, но мы с вами отметили, что у него была цель, братья и сестры, дедушка был, папа был, и папа когда смотрел, как тяжело нужно обрабатывать землю, потому что как мы с вами прочитали, она не будет тебе рождать земля, а нужно было кормить семью, они были земледельцы, и он говорит, так хочу отдохнуть, и когда ему сказали, Ной родился, мальчик родился, Ноем назову, потому что тот, который умрет, придет потоп, а этот приведет нас к желаемой цели, посмотрите, как из семьи в семью передавалась эта живая весть о грядущем суде и спасении Божьем, и мы с вами видим, что Бог их не разочаровал, Бог заговорил с кем с Ноем, Бог дал Ною цель живую, ему что-то делать самому и что-то делать для тех, кто за ним, это семь душ, которые по нем идут, братья мои, сестры, есть еще одна особенность у Ноя, братья и сестры, Ной был человек откровения, Бог тайну свою открывает боящимся его, это вторая отличительная черта в жизни Ноя, он был человек откровения, братья и сестры, посмотрите, как об этом нам пишет священное писание книги Нового Завета, книга послания апостола Павла к евреям, 10, 11 глава стих 7, верою, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Посмотрите, как в этих скупых автобиографических словах представлена нам яркая, неповторимая живая, активная позиция этого человека, который получил откровение, получил откровение и забыл напрочь. Нет, он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего и не только, но тот концепт, который вошел в его жизнь, он стал столь значимым, что он своею верою осудил весь тогдашний мир, соделавшись наследником праведности по вере. Братья и сестры, это наша цель, братья и сестры, значит, мы с вами уже отметили две особенности. Он человек подлинной настоящей цели, он человек откровения, братья и сестры, еще интересная особенность его жизни была неповторимая. Бог заговорил с Ноем. Бог несколько раз будет разговаривать с ним. Братья и сестры, это не президент Трамп, это даже не президент Владимир Путин, это живой Бог, творец всего видимого и невидимого, заговорил с Ноем. Братья и сестры, и Ной слышал Бога. Братья и сестры, а мы с вами сегодня живем. Бог так устроил, что мы родились в христианской семье. Знаете, что Бог говорит с нами? И где Он говорит с нами? Когда мы с вами открываем эту книгу, Бог с нами говорит. Когда мы приходим в дом молитвы и через своих служителей, проповедников, пасторов, свидетелей своих, Бог говорит с нами, Бог что-то предлагает, Бог на что-то обращает наше с вами внимание, и у Него была эта уникальная возможность, когда Он слышал несколько раз, когда напрямую Господь обращался к Нему. Братья и сестры, и Он был послушен и покорен Богу. Братья и сестры, мы с вами читаем об этом, братья и сестры, на страницах Священного Писания, это мы читаем с вами 6 глава 22 стих, посмотрите, как здесь написано, вернее, даже мы пойдем отсюда, 13 стих, и сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли, сделай себе ковчег из дерева гофер, и отделение сделай в ковчеге, а смоли его смолой внутри и снаружи, 22 стих, и сделал Ной все, как повелел ему Бог, так Он и сделал, это его послушание, Бог ему сделал предложение, Бог ему показал объект работы, который нужно делать, и Ной начал выполнять, и написано, Ной сделал все, как повелел ему Бог, братья и сестры, четвертая особенность, здесь представлен труд и дело Ноя, он строителем стал, я думаю, что он никогда не был им строителем, но не был, так Бог учил его, как это делать, Бог дал ему чертежи, Бог ему рассказал материал, из которого нужно строить, Бог ему все рассказал, у Ной было три дела, которое он должен был делать, построить ковчег, не лодку, брать и сестры, давайте будем правильными словами называть, он должен был построить ковчег, правда, великий, по сравнению с тем, который строил когда-то Моисей, но это был ковчег, написано, построй ковчег, было сказано из чего, было сказано какая размеры, было сказано, что сделать с ним, снаружи и внутри. Было сказано, кем его населить, этот ковчег, братья и сестры. Второе, Бог ему сказал, что завет я тебе даю. И в этот завет ты должен соблюсти сам и других за собой ввести. Братья и сестры, не загнать, заметьте, и животных ввести. Мы с вами читаем на странице Священного Писания, Евангелие должно проповедоваться всей твари. Всей твари и живущим на земле людям, и даже тем, которые уже потеряли образ живущего на земле человека, их образ уподобился скотине. И таких не нужно избегать. Но здесь прямо сказано, что ты войди сам и введи их с собою. Братья и сестры, это серьезнее. Это намного серьезнее, чем мы себе думаем. Просто так никогда не случится. Нужно жить этим. И мы с вами прочитали, как о нем написано. Он благоговея строил дом для спасения своего дома. И пришло время, когда он их позовет. Братья и сестры, Бог, который с ним заговорил, мы читаем с вами седьмую главу, Он снова с ним заговорит. Через семь дней наведу потоп. А ты войди и введи. Братья и сестры, вы помните, как бесславно закончилась эта попытка у лота, когда точно так же Господь обратился из милости к нему. Кто у тебя есть? Выведи из этого города. И он пошел и стал предлагать. Со мной пойдем. А люди подумали, что он шутит. А люди подумали, что клоун это их разыгрывает. Нас гонит отсюда. А скотина-то сколько у тебя? Вот хотелось бы хоть немножко от тебя урвать. Люди думали, что он шутит с ними. Они отвергли эту истину. Он не смог их вывести из среды поражения. А Ной смог. Ной так жил. Почему? Потому что он благоговея строил. Он не один раз обращался к автору этого проекта. А как? А где? И Бог ему помог это осуществить. Осуществить, братья и сестры. Вы помните, что интересная особенность есть, о которых мы с вами еще поговорим в последующем. Почему? Потому что они очень уникальные. Он обрел благодать. Это первый раз встречается на страницах Писания человек, который переживет на себе действия Божьей благодати. Он праведность. Наследник праведности по вере. Это тоже впервые переживет на своем опыте этот человек, благословенный от Бога, десятый в своем поколении от Адама. Братья и мои сестры, он будет непорочным и чистым. Он будет жить безупречной жизнью. И нам очень важно через страницы Писания познакомиться с его жизнью. Для чего? Чтобы и нас в обители Господь принял, чтобы мы стали Ему угодными. А за эту возможность, которую Господь нам давал сегодня, побеседовать, посмотреть в зеркало Божественного Откровения, да будет слава Ему за это. Может быть, в нашем собрании сегодня есть люди, которые потеряли цель, которые никогда не искали цели. Может быть, есть люди, которые сегодня нуждаются в этом посещении Господнем. Пока есть день, пока звучит призыв. Ищите Господа, потому что Он нас любит. Бог для нас, Он Бог во спасение. И слава Ему за это. Аминь. Помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok